МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый ранок. Мы с Грубанского Талабачня. А вы проводник? Ну, вы тут были... А расскажите, пожалуйста, как, ну, вообще... Ребята, ребята, ну, ребята, как с настроением? Ну, настроение хорошее, мирное. Никто не накручивал ночью, что будет в лесу. Я не знаю, про них есть. Держите. Региональный поезд номер 847, с получением Киев, Ревна. Судячи з того, что мы можем бачить в векнах, вагони заповнені майже полностью тільки человеками. В первых вагонах уже люди начали выходить. Зараз мы попробуем подойти до них, поспілкуватися. Как у них настроек, какие у них намеры, чому они приехали. Тож, давайте будем подходить и поспілкуватися. Здравствуйте, мы вас все утро ждали. Как у вас настроение? Доброе утро. Мы уже целую неделю ждем, когда вы приедете. Как доехали? Как настроение? Откуда вы приехали? Запорожье. Ну, не рушатся. Не баррикадируют там? А зачем? То есть там все мирно и спокойно. Тут вы приехали с какой целью сюда? Ну, мы разберемся с какой целью. Сегодня вы будете стараться, сегодня все мирно, да? То есть все в порядке? Мы поддержим президента. Да, да. Привет. С родным семьей. Диня, привет. Диня, привет. Леша, привет. Любимой жене, ребенку. Да, спасибо. Давай приезжай к нам. Ой, с флагами вообще здорово. Люди приехали из Запорожья. Все с удовольствием, все хорошие настроения, все приехали поддерживать курс Виктора Януковича. Доброе утро. Доброе утро. Да лучше на периоде, чем там. Как в Запорожье? В Запорожье все прекрасно. Все спокойно? У нас такого бардака, как у вас нет. Это ж на богу. Что происходит? Мы вас ждали. Все утро вас ждали. Неделю все ждали. Ой, так, товарищи. Скажите, как обстановка в Запорожье? Замечательно. Вы приехали в Киев, что сделать? У вас есть какая-то цель определенная? Конечно. Поддержку Виктора Федоровича Януковича. Комментировать события возле администрации президента, вы видели это видео? Ой, негативно. Как вы думаете, что это? Негативно. Это беспредел. Что мы не покажем. Беспредел в смысле то, что... В смысле, что беспредельничает. Беркута это, милиция. Вот скажите, а еще есть такая информация, что возможно сегодня будут какие-то провокаторы. Ну, там, одевать на себя ленточки, там, флага Украины, Евросоюза, и возможно они будут, там, приходить к вам на митинг и провоцировать ситуацию. Вы готовы? Ну, то есть вы в курсе о такой ситуации? Нет, не в курсе. Потому что мы же приехали не драться туда, вот, а это мирная акция у нас. Будем решать устно как-то конфликт. Как настроение? Четко. Четко? А что приехали? Поддержать нашего президента. Потому что мы есть индустриальный, этот, вообще-то, город, и если мы примем Евросоюз, у нас сократится много рабочих мест. Ситуация плохая. А что именно плохое? Ну, вот эти баррикады всякие. Надо что-то решать сегодня. С такой же целью, как и те люди, которые с той стороны. У них есть своя позиция, у нас своя позиция. Вот и все. Все за стол приговоров, вы все договорите. Оппозиция и правительство. Всего нас. Так, вы же же садились. Ну, значит, плохо садились, мальчики. Надо хорошо сесть. Мы еще не знаем, на кто мы приехали. Понравится, мы останемся еще. Скорее всего, возможно, вы останетесь. Да, может, и останетесь. Дерево остали. А что вы не хотите с нами пообщаться? Ребят, нет, серьезно. Как Запорожье видит ситуацию, которая сейчас в Киеве? Да, я. А вы не из Запорожья? Я из Запорожья. То есть вы видели, например, видео, где на банковых людей разгоняли? Или там, где вот провоцировали? Дерево? Да. А где я? У вас есть администрация президента. Может, не помните про трассу? Что такое вопрос? Вот сегодня говорят, могут быть провокации. Ну, говорят. Ну, если бы был в прямом эфире, я в Тамамке бред перетолбил. Если идет народ на госадминистрацию, это уже очень плохо. А вот когда потом... Запорожье это недопустимо. У нас рабочий город. У нас это недопустимо. Вторая часть видео была, когда силовики, беркуты потом догоняли... Это тоже плохо. Это тоже очень плохо. Очень плохо. Как вы считаете, наказание должны понести с обеих сторон? Да. Ребят, доброе утро. Как доехали? До свидания. Готовы ко всему. Ну, вы как? Готовы даже силовое отборить? Даже силовое отборить? Зачем оно надо? Массовые провокации готовятся? Ну, говорят. Вам об этом говорили в поезде? Ну, надо готовиться. Ну, возможно, все будет. Мы готовы ко всему, но никаких вступать, никакие конфрактации не собираемся. Это не надо, конечно. Бардак. Надо человеку помогать. Так бардак, а надо что-то менять или нет? Как вы думаете? У нас тут в Запорожье, в многих городах, где заводы, мы зависим в основном от заводов и от России. 80% продукции идет туда. Зачем нам Европа? Что у нас будет по евростандартам что-то брать, правильно? Если мы перейдем на евростандарты, то как минимум 20 лет будут реконструировать заводы. Что мы будем делать? Вот это население. Мы понимаем, что там кому-то легче за евро ездить где-то там в Англию или в Одессу куда-то. Но нам же за этого не легче. А что? Европа у нас вот мотор сичит. Если Россия откажется от моторов, завод встанет. Европа их брать не будет. Европа не надо. Мы уже конкурировать. Это конкурент. Только Россия берет. И все. Больше никто не берет. В то год они говорили про то, что отпустите Юлию Тимошенко. Лучше бы они решали эти контракты, правильно? А теперь вот такое с ним не так? Они предлагают только нам товар. И все. Наша им ничего не надо. 1300 это нормально, полторы? Это плохо. Вы знаете, но на самом деле вот сейчас люди не столько за Евросоюз уже вышли, а после событий там 1 декабря, да? С 30-го на 1-го, когда людей Беркут побил, а потом возле администрации. Они уже как бы тут стоят не то, чтобы за Европу, а против власти. Это была спланированная акция, дело в том, что это скорее всего было подыграно все. Спровоцировали милицию. Зачем было ломать память? Ну, милиция обила даже журналистов. Сколько поколений выросло на этих моральных устоях, понимаете? А тут разломали они, и они герои показывают, как они ломают, как они бьют в интернет, забиты этим всем. Кто им дал такое право? Они должны сидеть в тюрьме, понимаете? Если на офицера нападение будет какое-то, да, хоть руку поднимут, он сразу имеет право что? Пристрелить. Ну, показывали прессу, камера, все равно били. Вы видели? Когда бьются, отдать бьются и подряд. На войне не без убитого. Ну, ясно, спасибо. Будем надеть, что у вас вместо заза? Здравствуйте, самая идеальная точка зрения, которая сейчас есть на Майдане, это действительно не вступать в Евросоюз, а подождать, потому что если наша страна реально войдет в Евросоюз, мы окажемся еще больше в долгах. Нам нужно расплатиться с долгами, а потом уже вступить в Евросоюз позже, так что обе стороны правы. Коротко и ясно, все логически. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!